МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашии в режиме неполной занятости находятся полторы тысячи работников. По данным регионального Минтруда, их количество сокращается. На трудоустройство неработающих граждан в бюджете республики заложили 380 миллионов рублей. Как реализуется программа содействия занятости и какая поддержка предусмотрена для работников концерна тракторные заводы? Эти вопросы сегодня обсудили члены правительства. Массового сокращения работников тракторного завода пока не предвидится, но в правительстве республики готовятся к любому исходу событий. Специалистам помогут трудоустроиться. На эти цели в бюджете уже заложили необходимые средства. С центрами занятости населения у нас предусмотрен полный комплекс мер. Это профилирование, направление на временные работы, на общественное, профессиональное обучение, как вы уже подчеркнули, и социальные выплаты в виде пособий по безработице. Порядка 900 работников – это неполное рабочее время. Но здесь необходимо отметить то, что в начале года вообще концерн тракторных заводов было около трех тысяч работников, работали неполное рабочее время. Вообще программа содействия занятости уже не первый год доказывает свою эффективность. Количество безработных в республике снизилось более чем на 20%. На сегодня трудоустроили мы более уже 37 тысяч человек. Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних граждан. Это ежегодно мы трудоустроим в пределах 16 тысяч подростков. Это практически каждый третий подросток. На 2018 год все средства предусмотрены, и на случай массового освобождения Минтрудом в соответствии с вашим поручениям была разработана программа ДОПМЕР. Проект программы мы уже представили в Минтруд и Роструд. В программе участвовали 72 800 человек. Мы обсуждали по отдельным организациям, у нас проходят процедуры конкурсного производства, финансового оздоровления. Есть, как бы сказать, оценка соответствующая, что до конца года еще люди будут высвобождаться. Сейчас на каждого соискателя приходится порядка четырех вакансий. По данным Минтруда, средняя заработная плата превышает 17 тысяч. Правда, далеко не все работодатели ведут свое дело честно и открыто. Серые схемы необходимо пресекать. Мода у нас сейчас на сегодняшний день должна быть такая, что работать открыто, публично, отчисляя 13% налог на доходы физических лиц, намного выгоднее. В Доме правительства обсудили и результаты мониторинга цен на лекарственные препараты. С начала года стоимость медикаментов в рознице снизилась более чем на 3%. Значительное влияние на уровень цен на препараты ЖНЛП оказывает централизация закупок. Благодаря чему сэкономили 54,2 миллиона рублей, что дает нам возможность охватить лечение вместе еще нескольких сот пациентов. Государственной службе по конкурентной политике и тарифам в рамках установленных полномочий проведено 10 проверок. В ходе шести выявленные за увеличение рознис на отбавок ценам ЖНЛП сумма наложенных штрафов составила более 55 тысяч рублей. В Минздраве представили и другой анализ. Затраты пациентов, которые отказываются от плевивок и лечатся в домашних условиях, достигают 2 тысяч. Стоимость вакцинации от гриппа не превышает и 300 рублей. Разница ощутима. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. В Чебокзарах реализуется совместный проект правительства России Международного банка реконструкции и развития реформа ЖКХ в России. Его цель – модернизировать коммунальные объекты. Выделенные средства – 885 миллионов рублей – пошли на три проекта. Первые два – это реконструкция загородного коллектора и строительство сооружений по обработке осадка на частной станции «Завражное» уже завершены. А вот системы дистанционной передачи данных с общедомовых приборов учета установлены пока не во всех домах. Некоторые управляющие компании препятствуют этому. Управляющие компании саботируют. Они не хотят показывать фактическое потребление жителям. Если эти управляющие компании не хотят, надо встречаться с председателями ТОС, с депутатами городского собрания, говорить и внедрять эти технологии, доводить до жителей. Руководство столичного управления ЖКХ обещает – до конца года все работы завершат. Проблемы с выполнением и у другой федеральной программы. Закончить, формировать комфортную городскую среду должны были до 10 ноября. Но не успели. Работы еще немало. Главы районов, я вам тоже поручал ежедневно ситуацию контролировать. Вы расслабились в последние дни. Расслабились. Если не получается организовать, скажите мне, будем принимать меры. Десять дней у нас на все. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. На Гагаринском мосту в Чебоксарах был поврежден деформационный шов. Из-за этого сегодня утром в сторону центра города образовалась пробка. Деформационные швы на этом мосту ремонтировали два года назад. В 2015 году был произведен текущий ремонт деформационных швов. Мест, нуждающих в ремонте на тот момент. В результате эксплуатации с 2015 года, как видно, она довольно интенсивная эксплуатация здесь, пришла в негодность одна из пружин пластины деформационного шва. Результатом чего послужил выход из строя данной пластины. Но данный ремонт будет произведен. Сейчас в течение дня мост будет произведен в нормативное состояние. В этом году, благодаря главе администрации города, было произведено обследование всех мостов текущего состояния, по результатам которого будут разработаны проекты по необходимым ремонтным работам. И будет соответствующее выделение средств и производится ремонт. Уже после двух часов дня все ремонтные работы были завершены. Движение по мосту было восстановлено. Программа переселения из аварийного жилья, ремонт тротуаров и работа городского транспорта. Актуальные в последнее время темы стали предметом разговора чебоксарцев с чиновниками в рамках проекта «Открытый город». Заместитель главы администрации города Чебоксар Алексей Маклагин рассказал об изменениях, которые происходят в городе, в том числе и при активном участии чебоксарцев. Активность горожан заметно выросла. Совместными усилиями обеих сторон появляются благоустроенные парки, детские площадки, велодорожки, освещенные улицы. Но проблем остается немало. Жители Ленинского района, самого старого и центрального, просили обратить внимание на состояние тротуаров и пешеходных дорожек в районе. По тротуарам вопрос сложный. Тротуаров очень много, где нет вообще. И много таких тротуаров, которые находятся в ненормативном состоянии. Мы эту проблему знаем. С прошлого года начали решать. В прошлом году уже такие первые серьезные средства были направлены. В этом году также планируем не меньше денежных средств, чем в прошлом году направить на строительство ремонта тротуаров. Встреча состоялась в школе номер 17. И первый вопрос сразу же о школьном стадионе. Эта территория всегда пользуется популярностью. Здесь всегда много народа. Просим помочь по реконструкции стадиона. Потому что мы там убрали, как говорится, все железные гаражи. И планировалось там сделать помещение, чтобы раздевалки были для лыжников. И это были для спортивных игр, настольных игр, шашки. Вот это хотелось бы сделать то, что нужно для детей. Мы каждый год реконструируем 3-5 школьных стадионов. Мы в прошлом году, вот я просто забыл об этом сказать, в прошлом году мы 3 школьных стадиона реконструировали. 3 полностью. Да, и на следующий год мы, кстати, тоже планируем 3-5 стадионов пришкольных реконструировать. На территории стадиона находится старое заброшенное здание. Местные жители считают его зоной повышенной опасности. Здание не раз горело. Надо уже определиться с будущим этого здания. Либо его под снос, либо каким-то образом они должны его благоустроить. Ради справедливости надо сказать, что по соседству ко дню города открыли новую спортплощадку. И жителям микрорайона есть куда пойти. Но судьбу стадиона, конечно же, надо решать. На встречу не обошли стороной и вопрос парковок. В ноябре в городе заработали платные парковки. Но введение приняли не все автолюбители. Поэтому они нашли самый простой выход – оставлять свои машины во дворах. К нам теперь ни проехать, ни пройти. Утром выезжаем полчаса, заезжаем полчаса. Но когда город принимал такое решение, задумывались о жильцах дома. Забита стоянка вообще. У нас и так там глухой, тупиковый двор. И что нам делать? Мы смотрим опыт больших городов Питера, Москвы, Казани. Понятно, что есть всегда определенные сложности с установкой платных парковок. Но мы платные парковки делать будем. Менталитет людей, поверьте, изменится. В Чебоксарах завершился последний этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. В нее вошли дома, которые признали аварийными до 2012 года. Хочу выразить благодарность от лица лично себя, своей семьи по переселению в ветхого жилья. Мы ждали 60 лет. Спасибо вам. И сейчас мы получили прекрасную квартиру. Было у нас 40 квадратов. Получили мы 63,1. Это тот самый редкий случай, когда на встрече прозвучали слова благодарности. Разговор длился около двух часов. Алексей Маклыгин признался, что обратная связь всегда важна и помогает муниципалитету оперативно решать проблемы горожан. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах осудили бывшего работника военного комиссариата. 53-летний бывший сотрудник военного комиссариата Чувашии по городу Чебоксара Сергей Шалаев в период с ноября 2015 года по март 2017-го вымогал денежные средства в размере от 8 до 20 тысяч рублей с граждан призывного возраста и их родителей за якобы возможность поступить в военные учреждения и откосить от армии. Доказано, что всего Сергей Шалаев получил около 200 тысяч рублей. Он полностью признал свою вину. Приговор суда не вступил в законную силу. Недосягаемых целей нет. Это доказали участники Олимпиады возможностей. Именно так дословно переводится конкурс профессионального мастерства «Обилимпикс» для людей с ограниченными возможностями. Региональный этап для участников позади, а впереди их ждет финал в Москве. Будущие повара, мебельщики, дизайнеры, художники по вышивке, массажисты и швеи. Всего около 40 участников показали свои способности в региональном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства в Чубаксарах. Екатерина Сергеева доказала, что она лучшая рукодельница. Сшила самую красивую блузку. Я научилась шить в пятом классе. И мне понравилось. Я приехала учиться в город по профессии швея. Теперь я умею шить блузки, юбки, халаты, платья. Теперь Катю ждут в Москве на финале. Туда же отправится и Илья Леонтьев. Он стал лучшим в резьбе по дереву. Для молодого человека это искусство не просто хобби. Любимое занятие дает возможность познакомиться с единомышленниками, найти друзей. Вырезаем, чертим эскизы, чтобы еще лучше научиться резать работу и дома еще. Преподаватель сразу заметил в Илье особое желание заниматься резьбой. Упорство и кропотливость даны не каждому. В этом году уже у нас третий чемпионат. Мы тоже участвуем второй год. Есть. Ну, во всяком случае, будем бороться. Бороться. Не просто так едем. Педагоги Чебоксарского экономико-технологического колледжа поддерживают своих подопечных и верят в их победу в финале. Мы, как базовая профессиональная организация, которая занимается обучением именно людей с инвалидностью, ну, несем, наверное, я думаю, ответственность за то, чтобы показать обществу, показать самим нашим студентам, что их возможности на профессиональном поприще, они безграничны. Финал третьего национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» пройдет в Москве в начале декабря. В нем примут участие более 900 мастеров со всей страны. Чувашию представят 8 молодых людей. Они стали лучшими в региональном этапе. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Буквально полтора часа назад в столице Чувашии открылся третий всечувашский кинофестиваль «Азам». Ровно неделю жители республики смогут смотреть конкурсные работы. Девять документальных, семь игровых, два мультипликационных, а всего 18 фильмов просмотрят жюри и зрители. Все они претендуют на главный приз кинофестиваля – статуэтку с чувашским орнаментом. Открылся «Азам» работой молодого кинорежиссера Марата Никитина «Фуга». Кстати, в рамках фестиваля есть и вне конкурсные картины. Их покажут в Национальной библиотеке Чувашии, Сеспеле, Государственной киностудии Чувашкино и архиве электронной документации. Вся программа есть на сайте Минкультуры Республики. Лучших из лучших наградят в день закрытия фестиваля 17 ноября. Кстати, вход на киносеансы и творческие встречи был и остается бесплатным. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Впереди вас еще ждет полезная информация. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Пока за окнами еще не совсем холода, пора думать о финансах. Ведь осень, как и следующая за ней зима, для нас период крупных покупок. Холод несет за собой потребность в теплой одежде, хорошем автомобиле, а для кого-то и поездку под пальмы. Закрыть все потребности и не разориться – ответ точно знают в Банке Восточной. С финансовой точки зрения оптимальным решением для крупных покупок будет обратиться за кредитом. Тем самым вы обезопасите себя от возможного перерасхода семейного бюджета и решите все ваши задачи. Сумму, нужную для полного счастья, знал, кажется, только персонаж «Золотого теленка». Кому-то достаточно 50 тысяч, а для кого-то и полмиллиона маловато будет. Что делать, если сумма поднадобилась значительная? Специально для крупных заемщиков мы в Банке Восточной приготовили возможность кредитования под залог. Для этого потребуется наличие в собственности квартиры, которая все так же продолжает служить своим хозяем на протяжении всего срока кредита. А получить под такой залог можно до 30 миллионов рублей. Так что не стоит уподобляться стрекозе из известной басни и ждать, когда придет зима. Если кредит нужен, то идти за ним стоит уже сегодня, ведь для вас уже готовы предложения в Банке Восточной. Редактор субтитров А.Семкин